Всем здорова, меня зовут Макс Вдовиченко, мы находимся на станции Гайворон, знаменитой Гайворонской узкоколейной железной дороги. Здесь сегодня проходит фестиваль паровозов, паротяг и мчать до перемоги. Погнали это все смотреть. Так, чуть-чуть информации для тех, кто не знает. Гайворонская узкоколейная железная дорога знаменитая, это на данный момент единственная действующая узкоколейная железная дорога в Украине, которая располагается между Винницкой и Кировоградской областями Украины и соединяет между собой города Рудница, Бершать, Гайворон и Голованевск. Собственно, вот эта станция Гайворон является пунктом стыкования узкой и широкой железнодорожной колеи. И именно поэтому здесь сегодня происходит фестиваль паровозов. Короче, здесь сегодня будут кататься с пассажирскими поездами три узкоколейных и три ширококолейных железнодорожных именно паровоза, настоящих, пыхтящих на дровах, на углях и так далее. Ну и будет что-то типа выставки подвижного состава, но это не точно. Поэтому погнали смотреть, что тут вообще происходит. Это должно быть интересно. И да, я как бы знаю, что видео не было на канале уже почти год. Предыдущее было про Гайворон и сейчас снова про Гайворон. Но, во-первых, мероприятие сейчас совершенно другого характера по сравнению с тем видео. Ну а время сейчас такое. Тревел особо не поснимаешь. Все-таки война. Короче, погнали смотреть, что тут в Гайвороне. Если вкратце, под тепловозом ЧМ3 стоит поезд пассажирский. Это, грубо говоря, четыре пласткартных вагона, два из которых прибыли из Киева привезти участников на фестиваль, а два из которых приехали из Львова. Ну а, собственно, здесь уже потихоньку начинает собираться узкоколейный подвижной состав. Здесь мы видим покрашенный в исторический зеленый цвет вагоны польского производства Пафоваг. Там немного узкоколейной специальной железнодорожной техники. К ней мы подойдем. Еще один вагон ПВ-40. И целый состав из вагонов ПВ-40, которые сюда пригнали с Запорожской детской железной дороги. Ну и тепловоз Ту-2. Паровозов пока нет, но подождем. Вот эта штука очень сильно привлекла внимание, что это. А ну. Мангал. Это мангал. Здесь даже мангал в виде паровоза. Это, конечно, железнодорожный город. Ну и приметы времени. Ну, если вкратце, из подвижного состава пока здесь стоит целый состав из польских вагонов Пафоваг ну и из советских вагонов ПВ-40. Все. Вот это вот сегодня будет катать людей. Пока не набежала толпа фотографирующих, надо посмотреть на вот этот вот подвижной состав. Саня, это не с нашей ДЖД-вагон, потому что 0,40 это не код юго-западный. Там должно быть приписано ВТД-7, по-моему, Одесской железной дороги. Это не ДЖД-вагон. А вот это вот, узкоколейный, боже, я так боюсь ошибиться, что выглядит как будто снегочист. Но на самом деле, будем считать, что снегочист. Довольно старый, с деревянными оконными рамами. Там же идет грузовой узкоколейный состав, состоящий из вагона цистерны, нескольких вагон-платформ и крытого вагона. Вот это вот, собственно, вагон ПВ-40. Можно сказать, что основная пассажирская единица на украинских детских железных дорогах, а также узкоколейных железных дорогах. Эти вагоны не являют советского производства, но, собственно, вот их инкуренты, это польские пафоваги. На киевской ДЖД, например, сейчас есть и такие, и такие вагоны. Раньше были только пафоваги. Когда я был ДЖДшником в далеком 2010-м, я вот на таком вот даже работал. Особенностью узкоколейных железных дорог является то, что здесь нет автосцепки. Сцепка осуществляется вручную при помощи, насколько я понимаю, насколько, если я правильно помню, этот вид сцепки называется ударно-тяговое устройство. Или что такое? Грубо говоря, вот эта вот висящая цепь надевается на крюк. И с противоположной стороны происходит то же самое. Ну и, соответственно, соединение тормозных рукавов. Вот как это выглядит в сцепленном состоянии. В то время как на широкой железной дороге автосцепка используется уже больше 50 лет. Здесь вообще нет цепки. Это узкоколейная платформа, хотя, кстати, очень широкая. Да, те, кто смотрели мое предыдущее видео про Гайворон, когда мы там катались под паровозом ГР-280, могли заметить, что тогда вагоны по Фаваге Гайворонской узкоколейной железной дороги были выкрашены в синю-желтую ливрею. Сейчас, как нам объясняли организаторы, им возвращена историческая ливрея, в которую они ездили много лет. То есть сейчас они зеленые. Довольно продолжительное время в Украине очень много подвижного состава было именно в таких цветах. Вот это узкоколейный крытый вагон. Боже, он деревянный. В приписке Харьков сортировочной южной железной дороги. В старых вагонах была такая фишка, как вот эта переходная площадка. По факту балкон, если бы такое было и на пассажирских вагонах, железнодорожные фанаты сходили бы с ума от того, какие кадры с такого места можно заснять. Вот мне, пацаны, подсказывают, что надо снять заводскую табличку одного из вагонов. Не все знают, что Пафаваг это на самом деле что-то типа аббревиатуры. Это понятство, а фабрика вагонов. То есть государственная фабрика вагонов, которые делались в Польше, в городе Врослав. Конкретно вот это 1960 года. Короче, мы рассматриваем вот это вот, как это можно сказать, транспарант, стелу с фотографиями. И этот самый, мы подошли вот к вот этой вот фотке Гайворонского вокзала и спорим, что это за автобус. Черкните в комментариях, если кто-то знает модель вот этого автобуса. Мы забрались на мост, отсюда открывается вот такой вот вид. Здесь маневрирует Ту-2. Ту-2 это основная подвижная единица почти на всех узкоколейках. Ну а с этой стороны, собственно, вот. Вот так вот выглядит станция стыкования узкой широкой колеи. Вот это привокзальная площадь Гайворона. Считается, что это якобы автостанция, авторокзал, но я не знаю, останавливаются ли здесь вообще хоть какие-то автобусы. Короче, подаются два паровоза. Два участника этого фестиваля. Это паровозы серии ЭР. Они оба обычно катаются в Киеве. Это паровозы, если я не ошибаюсь, оба 50-х годов производства венгерского завода... Как же это мощно! Производство венгерского завода Ганзмова. Если я не ошибаюсь, вот этот вот паровоз, какой-то из этих двух паровозов у меня мелькал в видео про день железнодорожника 2021 года. Киевлянам эти паровозы знакомы. Приписано к депу Сновск. Это город, который продолжительное время назывался Щорс, но сейчас ему бы вернули историческое название Сновск. Паровозы атаковали целые толпы фотографирующих. И вот подают еще один паровоз. Это паровоз ЭЛ, который обычно базируется во Львове. Вот видите, количество людей резко тут набежало. Паровозы очень сильно привлекают к себе внимание. Сейчас целая толпа людей будет проситься, куда залезть, пофоткаться и так далее. Паровоз ЭЛ, легендарная Лебедянка, названная так в честь инженера Лебедянского. Сейчас мы разберемся, какого он года постройки. Обычно конкретно этот паровоз катает разного рода туристические ретро-поездки во Львове и Львовской области. Приписан к Львовской железной дороге. Короче, два очень значимых экспоната для данной узкоколейки. Это советский автомобиль ЗИМ на железнодорожном ходу. На нем мы катались в предыдущем видео про Гайворон. И там дальше еще стоит тележка, так называемая пионерка. Это частная дрезина, частный железнодорожный транспорт. Тут редкий момент, когда пионерка свободна. Вот так вот выглядит, собственно, дрезина. То есть частный железнодорожный транспорт, на котором люди могли кататься по узкоколейке, грубо говоря, в своих нуждах на буквально несколько, 2-3 посадочных мест. Вот она особенность глубинки, скажем так. Достаточно отойти буквально пару метров от вокзала. И тут у нас стоит что это? ПАЗ-672М. Вот. Можете себе представить в Киеве что-то подобное. Кажется, некоторых особых любителей. Вот этот экспонат заинтересовал намного больше, какие-либо железнодорожные. Покажусь там, вон. Какие-то железнодорожные экзотика. А это, боже. Он так еще открыт вообще. Сохранилось, сохранились окна сверху, которые в потолке есть. Да. Они затемненные, вот. Где-то треснутые. А? Да. В каждом окне почти в каждом окне такие огромные курточки. Не, ну это, конечно, бумба. Такого вы на маршрутах не найдете. Тут такое было на маршрутах, кстати. Здесь потихоньку начинается ярмарка, где, грубо говоря, дают пожрать. Саня, скажи, вкусно или нет. Ахуенно. 20 гривен. Мне один, да. Так вот, чтобы вы понимали, вот эта вот релка вареников 20 гривен 10 штук и стакан компота еще 10 гривен. Это просто, ну, бесплатно. Для нас, для киевских, это просто вообще, просто вообще. Так, тем временем происходят маневры под паровозом. Людей сейчас закоптит на мосту. Вот раз я уже снимал эти места, ну, сниму еще раз. Вот, собственно, вся прелесть стыкования узкой и широкой колеи. Вот это узкоколейно-ширококолейная крестовина. Уже сколько всего одновременно происходит, так вот. Вот это паровоз 159-495 из 1938 года выпуска. Паровоз, который долгое время стоял в Черновцах на территории какого-то завода. На территории одного из заводов в Черновцах он стоял в виде постамена, в виде памятника на постаменте. И теперь его привезли сюда и он будет восстановлен и, собственно, ездить. Ну, а то, собственно говоря, РосГР-280, на котором мы всегда тут катаемся, который здесь старожил. Ну, и там вдалеке это ГР-336 привезенный с Киевской детской железной дороги на время чисто фестиваля. Ну, о них мы еще потом поговорим отдельно. Вот, собственно, вот эта узкоколейная паровозная эстетика. Так, вот это, если я не ошибаюсь, Ту-4, но не факт. На ГР-336 паровоз, который открывал движение на Киевской детской железной дороге. Сюда привезен чисто временно. Вот эти два паровоза 50-х годов, вот тут 38-го. Здесь дальше начинается этот вот 4-х ниточный путь. Это путь, где идет сразу две колеи, узкая и широкая. Существует процесс растопки воскоколейных паровозов. Там мы видим подъехал тепловоз Ту-7, точнее Ту-7а. К нему мы еще потом подойдем, я надеюсь. Тем временем паровозы катаются по станции туда-сюда. Непонятно зачем, то ли маневры, то ли просто чтобы люди могли поснимать, как они ездят. Кто-то да. тем временем вот она собственно начинается вся движуха, уже весь подвижный состав по сути подали ну пока еще не с поездами а просто на платформах пускоколейные паровозы тоже сюда привезли. Довольно интересный экспонат как для Гайя Воронской узкоколейки тепловоз Ту-7 точнее Ту-7А сюда он был передан с узкоколейки Антоновка Заречная которая сейчас не функционирует эта узкоколейка в Ровенской области будем надеяться что он сюда передан временно и та узкоколейка возможно когда-то заработает Ту-7А это второй по популярности после Ту-2 узкоколейный тепловоз на узкоколейных и детских железных дорогах Украины вот такая вот эта машина Ту-7А именно на таком тепловозе правда под номером 3192 и 3197 я в далеком 2010 будучи дждшником даже был какое-то время помощником машинистом именно такие тепловозы две штуки ездят на киевское дждд правда кругой ливри синего настоящий действующий паровоз это настолько масштабно прям выглядит настолько солидно это что такое большое именно прям ну я не знаю как это словами правильно описать короче масштабности у этого не отнять никого не отнять никого сезон никого сезон никого тем временем поезд на берсать отправляя отправился под сусима страна кстати что не под паровозом паровоза скорее всего догонит какой-то из этих отправляется поезд под локомотивом л-35 это старая традиция когда проводники выставляют плашки я думал это давно ушло в прошлом и почему-то самое главное какой за паровозом идет столб дыма и кажется это активисты бы просто умерли если бы это увидели но тем не менее это впечатляюще выглядит как там в песне поется дым дым заховай боже красота какая то я по тепловозам тусина отправляется поезд из пяти вагонов по повод до станции биржать это куда мы ездили в предыдущем видео он даже на этих же вагонах но и сзади него так мы короче поедем на вот этом вот поезде да тем временем тут катается импровизированная дрезина так вот мы поедем на вот этом вот поезде до платформы предбужья это где мост через южный бухт собственно тогда тот паровоз который здесь появился недавно 38 года что снялись постамент а с той стороны паровоз r-280 который был всегда узкоколейный паровоз конечно выглядит не так масштабно но не менее круто почему-то этот настолько мал в размерах он выглядит как игрушечный тем не менее это очень прикольный экспонат этот паровоз r-280 это легенда этой узкоколейки большинство покатушек происходит ну почти все происходят именно на нем до недавнего времени буквально до этого фестиваля он оставался здесь единственным паровозом теперь так как здесь привезли вот тот что стоял раньше на постаменте теперь их тут будет 2 но конкретно на фестивале их тут узкоколейных 3 но тот же скидское джд скоро вернут вот еще раз да например короче мы в салоне вагона pv-40 на примере вот андрюхи вот это ширина вагона до можно коснуться одновременно двух форточек первая реакция папы в 40 во первых он меньше чем по флаг а кстати расположение мест это полезная вещь из таких явных отличий во первых здесь есть шторы а во вторых здесь вот так вот откроются форточки по флаге они просто уезжают вниз вот так и здесь уже дует ветерок уверен на ходу будет неплохо этого мне в троллейбусе лази форточки здесь они почти до половины вообще вот эти вагоны ездили раньше на запорожской джд я уверен туда и вернуться что вы можете сказать самое интересное тоже есть наклейка шерка бы есть бесплатный вай-фай то есть на запорожской джд был бесплатный вай-фай вот кстати доказательств здесь ссылки на соцсети запорожской джи прибыли мы в предлужье тут культурная программа и высыпали из вагона а вот знаменитый мост через южный бух сейчас подойдем вот этот мост через южный бух вот это вот мусс через южный бух тут снова вот какая красота а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Специально протягивает несколько раз через мост туда-обратно, чтобы мы могли заснять вот такие кадры Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, вернулись мы, короче, в Гайворонг Нельзя не отметить то, что жара просто неимоверная стоит, ну градусов 35, наверное, просто, ну невозможно Как в вагоне, так и на улице, но ничего, даст Бог, скоро зима Вот Саня Саня Вот так выглядит обычный железнодорожный вагон, но с сидячими местами Это максимально странно в таком формате Я не помню, что я когда-то ездил Здесь столик Вот так вот открывается окно, такой шикарный стеклопакет Как-то так Вот это вот станция Джуленко Как обычно, культурная программа, ярмарка и так далее Ну сейчас, как обычно, короче, оба паровоза отцепятся, по вот этому пути объедут Прицепятся с той стороны и... Слушно, процессор отцепки мы видим происходит Сеновал Сеновал КОНЕЦ 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 короче что можно сказать о подобном виде путешествий вот этих вагонах ну кроме того что у них просто адски жарко грубо говоря обычные вагоны но под паровозной тягой это едешь них салоне она как бы то что паровозная тяга но особо не ощущается ну разве что благодаря сильным толчкам и ну то что постоянно слышно гудок паровоза но в остальном назвать это полноценным промотор ретро поездом вроде как нельзя хотя с другой стороны 3 старых принципе можно короче в любом случае это прикольно но здесь очень жарко это невозможно тем временем мы вернулись в гайваран короче вот такой вот он был один из трех дней паровозного фестиваля в гайваране все было на самом деле очень круто короче это очень круто то что такие мероприятия проводятся и честь и хвала укрзалезницы также организаторам за все вот эти вот прекрасные железнодорожные события было очень интересно было очень круто ну понятно что если б не определенные там обстоятельства типа погодных условий там состояние вагонов в том числе может быть было бы и покруче но это не отменяет того насколько круто то что в принципе такое организовывают этим занимаются поэтому спасибо всем организаторам отдельно олегу заблудов скому то что он этим занимается обещал передать привет спасибо на моей работе то что дали мне выходные на эти дни и смог сюда приехать вот в целом на этом будем закругляться спасибо большое за просмотр приезжайте в гайваран здесь круто и до скорого